Мужа нет уже 12 лет, 13-й год. И до сих пор приходят налоги. Как живой супруг теперь не только для нее, вздыхает Нина Ивановна, но и для налоговой службы. Пару дней назад женщина получила извещение на имя покойного с просьбой оплатить земельный налог на садовый участок. Только вот Петра Ивановича уже больше 10 лет нет в живых. А сумма в тысячу рублей может и саму пенсионерку свести в могилу. У меня лишних нет, я живу на пенсии, у меня пенсии 12 тысяч. Ну как, представьте, за квартиру зимой около пяти платишь. Пять. Четыре восемьсот, четыре девятьсот. А тут что остается? А лекарства? Налог спокойного требует не впервые. Год назад ей пришло такое же извещение. Тогда Нина Ивановна решила, ошибка вышла и выбросила его не читая. Ведь участок уже давно принадлежит, даже не ей. Через три года после смерти мужа садовый участок под Березовским она продала. Но даже договор купли-продажи не сохранила. А теперь Нина шутку забеспокоилась. Налоговый успокаивает. Извещение это, скорее всего, недоразумение, которое можно решить. Но пока, по данным инспекции, этот участок не только по-прежнему принадлежит Тружковым, но и сам Петр Иванович, жив. В базе данных, вот данный объект недвижимости, это земельный участок, он у нас стоит на учете в межрайонной инспекции номер 24. В базе данных этой инспекции отсутствует информация о том, что, ну, то есть даты смерти нет. Из органов Росреестра информация об отчуждении этого имущества не поступала. Оно до сих пор числится на нем. В Росреестре высказали несколько предположений, почему покойный до сих пор как живой. Возможно, новые хозяева участка просто не зарегистрировали его после покупки. Или же сбой случился еще в момент продажи. Как объяснили в Росреестре, возможно, сделка купли и продажи участка была проведена с нарушениями. Чтобы это выяснить, необходимо заказать выписку из единого реестра. Письма же из налоговой прекратятся, как только Нина Ивановна принесет туда все документы. Налоги же она может не платить. Мария Новикова, Владислав Колупаев. Новости 41 канала.